Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Одно из самых низких в Приворском округе. Такой же размер налога сохранен только в Самарской области, а в остальных регионах ставка выше. По-новому рассчитать налог планируют уже за 2017 год. Напомню, что власти решили увеличить и транспортный налог для автомобилей мощностью более 150 лошадиных сил. Программа Экономика. 3000 юрлиц исключат из госреестра. В прошлом году из единого реестра регистрации юридических лиц исключили 5000 фирм однодневок или эффективных организаций, сообщили в налоговой службе. По ее данным, на начало октября в реестре было более 7000 записей о недостоверности сведений в отношении, в том числе прекративших деятельность юридических лиц. По непрекратившим деятельности организаций внесено 4000 записей о недостоверности адреса, 1000 о недостоверности сведений о руководителе и 780 о недостоверности сведений об учредителе. В стадии проверки сейчас более 1000 сведений. Экономика. На 101 АСМ. Мошенник обещал освободить предпринимателя от проверок. Налоговый Первомайский районный суд Кирова вынес с приговора жителю Нижнего Новгорода. Он ввел в заблуждение руководителя нескольких кировских предприятий и получил 2 миллиона рублей. А при передаче еще 200 тысяч был задержан полицейскими. Деньги якобы предназначались для дачи взятки сотрудникам ФНС. За то, чтобы они не проводили проверки в отношении фирм. По данным прокуратуры, нижегородцу назначили 4,5 года испоровительной колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить ущерб 2 миллиона рублей. Экономика. К другим новостям. Кировчане продолжают увеличивать свои долги по кредитам. С начала года к октябрю кредитный портфель региональных заемщиков превысил 138 миллиардов рублей, увеличившись на 8%. Бизнес нарастил объем кредитов на 5,5% в основном за счет предприятий, занимающихся обработкой древесины. Задолженность жителей области перед банками выросла на 10% до 87 миллиардов рублей. При этом сокращается просроченная задолженность по кредитам на 5,5%. Кировчанам напоминают о штрафах за неуплату налогов. Это 20% от суммы, которая не будет уплачена вовремя. При этом тот факт, что налогоплательщик не получил уведомления и расчет налога не будет принят во внимание. Если документы не пришли по почте, необходимо обратиться в налоговый орган. Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. В общей сложности кировчане за прошлый год должны 1,5 миллиарда рублей. На начало ноября собрана треть суммы. В Кирове собираемость еще меньше четверть начисленной суммы. В области появятся научно-производственные роты. Это должно способствовать сохранению в регионе грамотных и перспективных молодых специалистов. Об этом заявляют в областном правительстве. По словам зампреда Максима Кочеткова, более 200 учащихся учебных заведений призывного возраста уже изъявили желание проходить службу в научно-производственных ротах на предприятиях региона. Экономика. На 101%. Напоследок, коротко, несколько цифр. На 25% выросло число работников под угрозой увольнения. Сейчас их почти 7 тысяч человек. На 4,5% увеличился объем вкладов в кировских банках. Цифра больше среднероссийской в два раза. 1,5% составила инфляция в регионе за 10 месяцев года. И о валютах. Доллар сегодня 59,99. Курс евро 70 рублей 70 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». На 101ФМ.